здравствуйте друзья шалом алейхам мир вам сейчас мы с вами совершим небольшую прогулку по южному тель-авиву посмотрим немножко архитектуру что делается на улицах вот мы сейчас с вами идем по улице минах и макбегина названного так в честь премьер-министра одного из пример министров израиля не любуемся вот посмотрите на заборах как видим есть надписи на русском языке биробиджан когда-то я жил в этом городе заканчивал там школу вообще русских в израиле друзья много в разных городах есть города повышенным содержанием количества русских таких как кайфа холон пришел лицо он в от ям есть поменьше тель-авиве русских сравнительно немного но тоже достаточное количество вот посмотрите красивое здание вообще высотное здание в израиле как правило имеют свое имя вот перед нами высотное здание которое называется вот мы читаем там мигдаль любенштейн лю-нинштейн я не уверен что прочитал правильно вот каждое здание имеет когда вот такое название мигдаль это башня ну а я лин-нинштейн это имя собственное это какая-то фамилия очевидно вот посмотрим отсюда вот посмотрим отсюда Вон мы видим еще одно название Мигдали Рубинштейн Ну Рубинштейн это фамилия Мигдали это башня Башня Рубинштейна Так вот солнце немножечко спряталось За этим высоким зданием Мы можем на него посмотреть Идем дальше Красивое здание тоже перед нами С кольцами Архитектурное решение оригинальное Вот эти флажочки Друзья которые мы видим Которыми украшено здание Это не всегда так Это в честь праздников Как раз Недавно был праздник День независимости Израиля И эти флажочки еще не успели снять Вот подземная стоянка Как правило в таких больших зданиях Где множество офисов Есть подземные стоянки для автомобилей В подвальных частях помещения А порой даже и на крыше Банк Вообще южная часть Тель-Авива Где мы сейчас находимся И куда мы направляемся Это считается не Это считается каким-то промышленным районом А северный Тель-Авив Наоборот считается элитным районом Там Более чисто Более красивые дома А это промышленные районы Мы увидим Дальше Такие здания Которые не очень красивы Ну это Тель-Авив Такой какой он есть Посмотрим отсюда Тоже перед нами Автомобильная стоянка Вот обратите внимание Там вдали Тоже красивое выступное здание Оригинальное Вообще южный Тель-Авив Вот кафе перед нами Уличное кафе Южный Тель-Авив Так устроен Что он создает Такую композицию Из красивых Современных Высобных зданий И буквально Трущев Таких лачужек Из которых Как бы вырастают Эти здания Вот мы свернули Друзья На тихую Спокойную улочку Где уже не так шумно Где уже нет Такого движения Автомобилей Вот здания Перед нами Она называется Хевратха-Хашмаль Хевратха-Хашмаль Это Очень большая Электрическая компания В Израиле Вот мы видим Шамер Что есть охранник В Израиле Как правило В больших зданиях В магазинах В кафе Сидят охранники Которые проверяют Ваши сумки На предмет Нахождения там взрывчатки Так вот Хевратха-Хашмаль Это Огромная Электрическая компания В Израиле Где очень высокие Заработки Очень высокие Заработки Там 30-40 тысяч Шекелей в месяц Ну сравните с тем Что получает Допустим Уборщик 3-4-5 тысяч Шекелей в месяц Это Конечно Небо и земля Вот перед нами Опять стоянка Ну вот такие Интересные здания Вот такая башня Это наверное Водонапорная башня Даже честно говоря Не знаю Что это такое Так вот Компания Хевратха-Хашмаль Из-за таких Высоких заработков Очень трудно Устроиться Практически Невозможно Разве что Вам очень сильно Повезет Или по большому Блату По связям Телевизм Телевизм Динамичный город Тут Как вы уже поняли Большое движение И в связи с этим Тут есть работа Тут есть работа Всегда можно найти работу Пусть Не очень Пусть оплачиваем По минимуму Вот скверик Перед нами Такой небольшой Симпатичный скверик Детская площадка Продолжение следует...